Здравствуйте, дорогие кировчане! Хотела обратить внимание родителей, у которых дети ходят в школу, ходят в садики. Вы когда-нибудь задумывались о том, на протяжении многих лет вы платите за питание в этих заведениях? Вы задумывались о том, за что вы платите. Если посмотреть на документы на сайтах госзакупок, то получается, что вы платили не за питание детей, а это было просто добровольное пожертвование. А сейчас нужно поступать как грамотные люди. Зайдите, пожалуйста, на сайт госзакупки, введите ИНН в заведение того, куда ходит ваш ребенок. То есть надо найти ИНН вашей школы, садика. Введите эту строку в госзакупках и вы увидите, что все это оплачено государством. Также это то же самое касается и музыкальных школ, и других всех кружков, которые посещают ваши дети. Обратите внимание, пожалуйста, позаботьтесь о своих детях, посмотрите, что происходит. Я все. Я хотела бы добавить еще. Точно так же, по такой же схеме, любой гражданин, любой человек... Вот это касается, кстати, и жилищных коммунальных услуг. Вводите ИНН на сайте госзакупок, ИНН любой организации, которую вы посещаете, и которая вас принуждает оплачивать услуги эти. И вы увидите, что этому юридическому лицу, коммерческой организации, названия меняются. Это и садики, и школы, школы искусств, дома культуры, все управляющие компании, водоканал, газ, энерго. Что у нас еще там есть? А, ну, управляющие компании. Они все через госзакупки получают бюджетные средства, которые им перечисляют из казначейства. Проверяйте это, не стесняйтесь. Мы не можем давать всем шаблоны. Проведите самостоятельно эту работу, распечатайте эти документы и приносите им на стол ко всем, кто требует с вас деньги. Благодарю.